Друзья, всем привет! С вами Алка-сенсей и сегодня у нас супер-пупер крутой выпуск коньяк премиум класса. Друзья, встречаем! Тадань! Ахтамар! 10 лет, Ереванский коньячный завод. Вот долго шел я к этому выпуску и вот наконец-таки пришел. Благодаря очень красивой, интересной, элегантной девушке по имени Евгения, она же Кобра, ник Кобра, которая задонатила вчера на эту классную бутылочку и сказала и ни в чем себе не отказывал, Алка-сенсей. За что ей огромное спасибо. Целую в обе щечки. Женечка ведет тикток классный. В тиктоке каждую субботу в 21.00 по Москве, по московскому времени, она проводит дискотеки. Это вообще угарные шоу, очень классная музыка, яркие, азартные игры. Команда наша сражается с командой противника и кто победит, тот огонь. В общем, подписывайтесь на Жене на тикток. Я ссылочку в описании поставлю и закреплю в комментариях. Это огонь. Женя, еще раз огромное тебе спасибо. Итак, переходим непосредственно к Арарату. Достаем. Синяя коробочка, как я понял, это старый вариант Ахтамара. Сейчас новый, после рестайлинга, так сказать, этот коньячок выпускается уже коробочка такого бордового цвета, красновато-бордового цвета. Не знаю. Напишите, кто в курсе. Я чуть тут поискал, не нашел это самое в интернете подробной информации. Вот по поводу старый вариант, новый вариант. Ну вот мы пьем из синей коробочки. Бутылочка из синей коробочки. Еще раз говорю, кто шарит в этой теме, напишите, пожалуйста, в комментариях. Просветите меня. Вот. Незнайку. Значит, год урожая 2009. 10 лет выдержки, друзья мои. Что у нас на этикеточке? Армянский коньяк старый КС Ахтамар. Произведен в республике Армения из выдержанных армянских коньячных дистиллятов, минимальный возраст которых не менее 10 лет. Сорта винограда Кангун, Ркацетели, Васкиат и Бананц. Место происхождения винограда Республика Армения. Год урожая 2009. Состав. Выдержанные армянские коньячные дистилляты, вода исправленная, сахарный сироп, краситель Е-150А. Ну и все. Больше, в общем-то, ничего интересного не написано. Мы создаем легендарные армянские коньяки Арарат уже более 130 лет, основываясь на вековых традициях и наследии Ереванского коньячного завода. Так, давайте пока я читаю это все. Мы нальем, потому что, как вы знаете, сколько коньячку лет выдержки, столько он должен постоять, когда его наливаешь. Подышать, дабы не испугать нас резкостью, которая возможна. Так, показываю. Пробка натуральная. Да, если бы здесь была пластиковая пробка, я бы, конечно, офигел. Но пробка здесь натуральная. Давайте еще вот так вот нальем. Так, бутылочка вот таким вот образом выполнена. Сзади специальная такая вот как картинка, типа таможена, но сразу на заводе клеится. Простенькая, все написано, вся информация. Так, наши коньяки хорошо известны во многих странах как щедрый подарок солнечной гостеприимной Армении. Их неповторимый вкус рожден уникальностью климата. Ну, понятно, это все там красиво это самое. Давайте ближе к теме, так сказать. Вот таким вот образом мы поставим. Пусть стоит. Я тут прочитал кое-что интересное. И нужно, наверное, это озвучить. Почему Ахтамар? Пока коньячок дышит, давайте поговорим непосредственно, почему Ахтамар. Происхождение, название коньяка окружено красивой легендой. Когда-то давным-давно, в 20 веке, царь Гагик первый. Почему в 20 веке? В 10, наверное. Вот же ж описание пишут. Хорошо я это самое, хоть думаю, что читаю. В общем, короче говоря, царь Гагик в каком-то веке из династии Багратидов построил роскошный царский дворец на острове Ахтамар, находящемся на озере Ван, в самом сердце средневекового княжества Великой Армении. Великолепная просторная резиденция была окружена зелеными парками и пышными фруктовыми садами. Название этого небольшого острова навеяно легендой о любви принцессы Тамары к прекрасному юношу, юноше, утонувшему в глубоких синих водах озера Ван, со словами Ахтамар, Ахтамара, он звал ее, может быть, перед смертью он думал о своей возлюбленной. И, ребята, я обращаюсь к вам, поэкспериментируйте, пофантазируйте, с какими словами тонули бы вы. Не дай бог, конечно, просто эфемерно. Я лично тонул бы со словами Ахмарина. Напишите в комментариях. Будет любопытно. Итак, действительно, мы узнали, что такое Ахтамар, собственно. Вот так вот. Это на озере Ван остров, который назван в честь утонувшего. Не в честь утонувшего, а в честь возгласа, который издал этот юноша безымянный, имя которого даже здесь не написали, к сожалению. Так, Каньяки Рарат. Я пока читаю, я это самое, немножечко его поэто самое, так сказать, чтобы он больше так отдал спиртуозности и побыстрее пришел в норму. Каньяки Рарат, которые производит Риванский коньячный завод, это национальная легенда, воплощающая уникальный дух Армении, ее богатое культурное и историческое наследие, а также знаменитое мастерство армянских мастеров. Этот великолепный напиток давно стал обязательным атрибутом стиля жизни многих поколений нашей страны. Сегодня, уже спустя более ста лет, Арарат является самым известным армянским коньяком, как на своей родине Армении, так и по всему миру. Хорошо. Ну, давайте непосредственно к дегустации. Аромат. Так, значит, цвет. Прекрасный янтарный цвет с медным отблеском. Полностью согласен, да? Янтарный цвет с медным отблеском. Что у нас с ножками? Кстати, господа, давайте ножки посмотрим. Я вот смотрю ножки, а ножки, блин, очень тягучие, ребята. Ножки тягучие. Я таких ножек не видел еще, я вам честно скажу. Я у Дагестана что-то это самое не проверял. Вот недавно мы пили Дагестан 13, 13 лет выдержки. Надо было посмотреть, какие у него ножки. Но здесь, я вам скажу, они очень тяжело тянутся. Если вам будет видно, вот, посмотрите. Капли так прям тягуче-тягуче стекают. Это о многом говорит. В пользу, в плюс. Давайте дальше. Аромат. Ох. Слушайте, здесь такой густой изюм. Аромат классный. Похож немножко. Чем-то переплетается с Дагестаном 13. Простите, что я сравниваю, но просто коньяк, вот, 13 лет выдержки, 10 лет выдержки, они вроде как бы, ну, близко друг к другу должны стоять. Более-менее. Но здесь более благородный аромат, чем у Дагестана. Так. Что у нас в аромате пишут? Аромат коньяка живой и элегантный. В букете преобладает нотки пчелиного воска, ореха и коры дуба. Разворачивающиеся на фоне нюансов ванили чернослива. Я хотел сказать ваниль и чернослив? Да. Ну, вот, я особо воска, ореха и кору дуба, ну, может быть, есть какая-то дубовость, но вот ваниль и чернослив преобладают. Ну, господа, давайте за хорошие качественные напитки, давайте, друзья мои, чтобы нам всегда была возможность пить то, что мы хотим, а не то, что нам позволяет наш карман. За вас, друзья. Знаете, он на вкус не тяжелый, пьется круто. Что мне нравится, первое, нет тонинности, вообще признаков горечи нет. Это, на мой взгляд, очень круто. Я не люблю, когда сильно за, такие вот, бывает, не очень правильно выдерживают коньяки или бочки свежие. Ну, прям пьешь горечь горечью. Вот. А здесь прям огонь. Здесь горчинки практически нет совсем. Такой густой привкус интересный. Что пишет спец? Коньяки имеют округлый сладковатый вкус? Да, согласен. Который раскрывается постепенно и дарит соблазнительное долгое послевкусие с легкой сухостью и нотками корицы. Сухость. Верно. Выпил. И да, и вот как бы вообще во рту как будто я не пил. Вот сухой. Реально сухость. Вот подсушивает. Нотки корицы? Ну, не знаю, не знаю. Давайте еще по одной. Кто не подписался, подписывайтесь, друзья. Эксклюзив на канале Непрофессионал. Все благодаря вам, мои зрители. Небольшая есть, дартиночка небольшая есть, но такая она очень незаметная. Был очень активный спор у нас в Телеграм-канале. Кстати, кто не знает еще, подписывайтесь. Есть Телеграм-канал, Непрофессионал. Там же по ссылочке можно подписаться. Там очень интересно. Я и ролики маленькие выкладываю, обзорчики, какие-то обсуждения, алкоголь, а то, что не входит вот в Ютуб, там в эти соцсети. Вот мы в Телеге очень интересно обсуждаем. Там у нас чат есть свой. Вот. По поводу соотношения цена-качество. Данную бутылку я купил за 1860 рублей по акции. По акции. Забрал, кстати, последнюю. Больше с такой коробочкой нет. Не знаю, будет ли отличаться вкус и ароматика у нового, так сказать, вида этих коньяков. У новой линейки. Но вот данный вид мне понравился. Сразу вот как бы на первый взгляд понравился. Теперь дальше. То есть он вкусный, он интересный, он ароматный. Но мы теперь смотрим на цену. 1860 рублей за 10-летний коньяк. За хороший 10-летний коньяк. Норм. Но дело в том, что это акция. Без акции он 2200. Я видел в магните за 2500 с чем-то. Давайте выпьем и продолжим. Аромат дивный. Аромат очень дивный, вкусный. Тут же надо учитывать, что спирты. Здесь же не один вид спирта. Это, что только гутуража 2009 из одного вида спирта сделали. Нет. Это основные спирты 2009 года. Но здесь присутствует купаж. То есть самые молодые спирты. Это 10 лет выдержка. Но может присутствовать и более дорогие виды спиртов. Пьется очень классно и мягко. Как видите, никакой закуски. И даже в голову не приходит закусывать. Закусывать совершенно не хочется. Я прочитал в описании, что дежестив, гастрономические сочетания, коньяк станет прекрасным дежестивом, а также подойдет в качестве дополнения к кофе или сигаре. Вот сигара, это самое то. Дежестив и сигара, на мой взгляд. Сочетание дыма сигарного и коньяка. Даже кофе не нужно. Кофе, ну не знаю, опять же тут на вкус и цвет. Но мне кажется, этот напиток вообще без ничего пьется. Не нужно никаких добавлений, даже фрукты. Не нужно этого. Просто в чистом виде наслаждаться. Помните, друзья, коньяки выдержкой. Ну берем примерно от 7, но от 10 лет точно. Грубо говоря, не бухают. Если у вас есть возможность купить бутылку, 2 или 3, и дивно посидеть с другом, вот выпив все, что вы купили на двоих, знайте, что утро вас ждет очень суровое. Потому что чем больше выдержка у коньяка, тем больше он пропитывается разными танинами, дубильными веществами, которые придают вкус и ароматику дополнительную. То, чем мы восхищаемся. И когда вы утром откроете глаза, вы подумаете, что вам подсунули подделку. Нет. И чем старше коньяк, тем тяжелее утро, если вы реально решите его выпить в огромном, ну в большом количестве. Вот, вот это я допиваю, больше я пить этот коньяк не буду сегодня. Потому что реально чувствуется в нем, в нем чувствуется какая-то солидность и крутость. Солидность и крутость, я бы так сказал. Прям очень, очень интересная вещь. Если, еще раз хочу сказать, у кого-то есть возможность, не надо последние деньги за него отдавать. Я вообще считаю, что не нужно покупать алкоголь в кредит. Покупайте тот алкоголь, на что у вас есть возможность. Но еще раз повторю, если у кого-то есть возможность, обязательно возьмите, попробуйте. Кто еще не успел попробовать. На мой взгляд, интересное соотношение аромата и вкуса. Но вот соотношение цены остается открытым. Что вы думаете по этому поводу, дорогие друзья? 1860 рублей, я считаю, приемлемо для 10-летнего коньяка, который к тому же не российский. Это импорт, как ни крути, хоть это единый таможенный союз, логистика и так далее. Но 2,5, вы готовы за него отдать? Я по 2,5 в магните видел. Я купил эту бутылку в алкотеке, потому что увидел акцию. 1860 рублей. А в магните, в семейном, это же бутылка коньяка, но в новом исполнении. С красной коробочкой. Будет интересно сравнить. Кстати, будет интересно сравнить. Может быть в магните пойти взять, завтра сделать сравнение или послезавтра. Не знаю, я посмотрю, подумаю, что будет по деньгам. Будет интересно сравнить старый вариант и новый вариант. Так вот новый вариант в красной коробочке, 2500 с чем-то стоит. Причем, по-моему, это акция даже. Ну давайте, господа, выпьем еще по одной. Блин, ребята, это очень приятный напиток. Рили, возьмите, кто найдет именно в синей коробке, это точно будет классный напиток. Ну, при условии, что это не подделка, то, что вы купите. Поэтому берите где-то в крупных сетях, каких-то проверенных. Хотя сейчас, на данный момент, и крупная сеть не является, к сожалению, гарантией. К сожалению. Вот. Но мне понравился коньяк. Я не буду оценивать этот коньяк по утреннему резюме. Почему? Потому что я уже сказал, смотрите, ранее. вот в ролике. Пьется очень приятно, очень мягко. Раскрывается и ароматика, и вкус. Букет вкуса тоже крутой. И вот я сейчас сижу, я уже выпил давно, а вот во рту в послевкусии просто вообще играет все. Вот реально играет. Возьмите, друзья, попробуйте еще раз, в который раз говорю. Спасибо, Кобра. Огонь. Друзья мои, я с вами прощаюсь. Надеюсь, до новых роликов. Ваш Алка-сенсей. Субтитры сделал DimaTorzok